Масштабные тренировки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям прошли сегодня по всей стране. Условную чрезвычайную ситуацию, возникшую на одном из предприятий Серпухова, ликвидировали профессионалы. Разлив аммиака устраняли сегодня на Серпуховском хладокомбинате подразделения МЧС и все оперативные службы города. По легенде, произошла разгерметизация систем трубопровода в специальном цеху. В поддон вылилось 2,5 тонны опасной жидкости. Это Серпуховский хладокомбинат. Произошла утечка аммиака. Произошло в 11.00. 36 человек эвакуировано, 1 человек пострадавший. Первыми к условному месту происшествия прибыли спасатели, затем пожарные расчеты, наряд полиции, сотрудники Роспотребнадзора, две машины скорой. В учениях были задействованы курсанты военной академии имени Петра Великого. Они помогли оцепить территорию Серхолта. Все службы были одеты в специальные костюмы противохимической защиты. По сценарию пострадавшего удалось спасти, его сразу же госпитализировали. Этот объект расположен в непосредственной близости от микрорайона Ивановские дворики, где у нас большая часть населения отмечается. И поэтому задача аварийных служб, прежде всего, принять меры к ликвидации возможностей этой аварии. И самое главное – это защитить население. Пожарный расчет установили водяные завесы с целью разбавления облака аммиака. Нужно отсечь зараженный воздух, который может распространиться в жилую застройку. Далее были проведены все необходимые мероприятия по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся химическому заражению, санитарной обработке территории людей, обеззараживание зданий, сооружений, техники и дальнейшее восстановление функционирования необходимых коммунальных служб. Данное учение проводится у нас два раза в год – в марте, апреле и в октябре, ноябре. В зависимости от того, когда примет решение наше правительство Российской Федерации в плане проведения учений в рамках гражданской обороны. Таким образом, в плотном взаимодействии всех необходимых структур были отработаны совместные действия по ликвидации учебной чрезвычайной ситуации. Начальник штаба оценил мероприятие на твердую четверку. Шесть человек лично.